Мизулина снова взялась за свое. В колбасе нашли ДНК человека. Чемпион Олимпийских игр украл иконы. Роженицы сошли с ума и требуют комнату для курения прямо в роддоме. И этот список новостей из России можно продолжать бесконечно. Сенсация. То, что мы вам сегодня покажем, естественно, пугает и шокирует нормального человека. Но, к огромному сожалению, все это сегодня происходит в России. Мы, б***ь, не пропадем, не пропадем. Да, б***ь, дорогу знаем, б***ь, на коленях проползем. Россия – это самый сильный, могучий, могучий народ вообще во всем мире. И снова в бой. В Челябинске, где с витаминами напряженка давили санкционные лимоны. Регион, где все фрукты и овощи привозные, еще долго с кислинкой во рту будет вспоминать, какой он на вкус – обыкновенный чай с лимоном. Ой, че делается? Все это снова покажет ПТВ, чтобы напомнить, как подобает жить в России. У телевизора в этой стране особая роль. Он здесь как ретранслятор законов стаи и допустимых правил поведения. Хотя, какие здесь законы, правила и мораль? Все это слова, которые потихоньку исчезают из обихода россиян. Великий украинский князь Ярослав был импотентом. Ярослав украинский был импотентом. Это научно доказано. Уровень культуры населения при таких печальных раскладах будет падать просто катастрофическими темпами. В здании, которое русская православная церковь пять лет использовала как административная, обнаружили гостиницу, но не простую. По версии следствия, там находится бордель. Оперативники пришли в салон под видом клиентов. В результате им удалось задержать двух девушек, которые занимались проституцией. Регулярное предоставление секс-услуг, продажа интим-товаров и оргии. И, в общем, все было бы ничего, если бы это не находилось в административном здании Средневского монастыря. Так что мораль и духовность блюдем. Монастырь женский, то можно только приветствовать трудоустройство служительниц культа. А если монастырь мужской, то даже не знаю, как вообще, куда смотрят Милонов. На этом фоне мэр, который борется с карамельками непристойных форм, выглядит как древнерусский супергерой. Продавались леденцы, которые из себя представляли соответствующий мужской половой орган, незамеченным мною как главой администрации. И, соответственно, пришлось вмешиваться. Но на этом мэр приграничного с Финляндией Светогорска решил не останавливаться. И объявил город с населением около 15 тысяч человек свободным от геев. Так сказать, изучил электорат и готов поручиться за каждого. Сделал аналитические выкладки, которые позволили мне заявить о том, что у нас данного в городе нет. Но нашлись неугомонные искатели правды, которые отправились в Светогорск на поиски того, кого якобы не существует. Мы зарегистрировались на сайте знакомств и, собственно, посмотрели, кто здесь в Светогорске ищет для любви или отношений себе мужчину. В общем-то, нашли одного, его зовут Александр, и он меньше, чем в трех милях от нас. Но выходят на контакт местные представители ЛГПТ-сообщества неохотно. А вот делегацию из Питера, заехавшую посмотреть на теперь уже распиаренный город без секс-меньшинств, все-таки встретили. Одна из девочек нас узнала, развернулась, оказалось, что это девушка-лесбиянка, которая сейчас учится в Петербурге, но она из Светогорска. Мелкие клоуны и мэры, то есть они просто подыгрывают генеральной линии и пытаются создавать, с одной стороны, телевизионную картинку, с другой стороны, делать все то, чем бы были бы довольны их руководители наверху. Оказывается, многие, как и товарищ Шмелонов, готовы пиариться на этой теме, изображая охоту на ведьм, делая громкие заявления, выступая в роли главных гомофобов страны. Если сам Диталий Валентин Шмелонов сказал, что этот человек занимается гей-пиаром, это значит, что он почувствовал конкуренцию. Гомофобные высказы в России повышают рейтинг политики, которая это говорит. То ли на фоне лунного затмения, то ли просто помутнение сознания, мэр Светогорска Сергей Давыдов объявил, что в их городе замироточил Ленин. Хотя, может быть, он плачет от того абсурда, что творится не только в этом городе, но и по всей России. Вот ему удалось выстроить эту историю и доказать, что если у тебя исчезает гей в какой-то округе, то Ленин начинает мироточить. И хоть многие депутаты посоветовали эпатажному мэру заняться делом, а не придумывать разные небылицы, сами почему-то решили сосредоточиться, так скажем, не на самых важных для России вопросах. Комитет Госдумы одобрил концепцию проекта законы, который запретит родителям записывать метрику, цитата, «ненормальные имена». Речь идет о защите прав ребенка на имя. Вот они, истинные борцы за права детей в России. Может быть, лучше обратить внимание на содержание детских домов и клиник? И сразу после вступления этого закона в силу хочется спросить, а имя Путин для мальчика будет признано нормальным или вопрос поставлен некорректно? Не думаю. Опасные имена. Общество не готово принять таких людей, хотя они были всегда. Но сегодня борьба с инакомыслием в России выходит на новый уровень – тотальный контроль. Кремль ратует за нормальность во всем. Не крепостные, конечно, чтобы нам давали сборник разрешенных имен и все, больше внимания. И главное в нормальном обществе – это семья. Нормальная семья, по мнению некоторых чиновников России, – это там, где есть папа и мама. Им помогать будут. Они – основа здорового общества с Колями и Олями. Остальные – выкручивайтесь сами. Надо было думать, как рожать без отца и плодить на их родине, как говорят многие российские депутаты, без отцовщину. Скажем проще, приличным мамам дадут, а неприличным, не дай бог, там, за 30 или еще без брака – нет. Потому что вот нечего плодить эту безотцовщину. Так что от кого нагуляли, пусть тот и платит. Вот она, нехитрая мысль законодателей. И хуже всего, когда она поддерживается самим уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. А если женщина была изнасилована, папа отказался от ребенка, что в этом случае? Государство помогает. Что в этом случае? Я спрашиваю. Тем семьям, которые прежде всего полны, которые крепкие и так далее. Надо. В нашей Конституции записано, что все имеют равные права. А вы сейчас говорите, выделять особую группу. С такими законодателями и чиновниками удивляться, к сожалению, есть к чему. Вот, например, неугомонная Мизулина, член Госдумы РФ, выступила против борьбы с коррупцией в России. И как при таких исходных данных российского политикума строить нормальное цивилизованное общество? Вопрос пока риторический. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. Причем с 1 по 11 класс. Детям предлагают рисовать картинки. И правда, зачем школьникам реальное понимание действительности? И того, в какой стране они живут? Признание проблемы – это не метод Кремля. Это про любовь к родине можно говорить 24 часа в сутки. А про коррупцию? Да вы что, из ума совсем выжили? Потому что патриотизм – это одно. А борьба с коррупцией и навязыванием в разных школах – это очень опасная тенденция. Хотя, как видится нам, опасная тенденция заключается совсем в другом – в большом количестве таких вот законотворцев, вседозволенности и поклонении телевизору. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, по мнению многих, скорее больше печется о своем внешнем виде и о том, как угодить приглашающей стороне, нежели о цивилизованном имидже страны. В Саудовской Аравии она предстала перед всеми вот в таком наряде. И, скорее всего, русской Матроне не вдомек, что было бы достаточно строгого платья, как делают все политики-немусульманки. Что и остается терять, если имиджа нет, если никакой профессиональной части нет, достоинства нет. Ну, одела платочек. Где-то в какой-то другой стране оденется в нос кольцо и потанцует. Но сегодня российского зрителя действия политиков и новые, скажем так, не очень умные законы депутатов Российской Госдумы, по-видимому, волнуют мало. В большей степени они переживают за то, куда ушел Малахов и что же теперь будет с Борькой Корчевниковым. Телеканал «Россия», новый сезон и пришествие телевизионного мессии с первого. Добрый вечер! Добрый вечер! Они спускаются рука об руку. Малахов и Корчевников. Они, как никто, знают, как засорить эфир сплетнями, криками, скандалами и наигранными слезами. Их миссия – отвлечь народ от реальных проблем. Спасибо! Первый раз будут говорить мне о вас! О Андрюшу, о море! Сегодня в этой студии, заполненной отборными фриками, они встретились, чтобы начать свой новый путь. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Малахов будет теперь лицом России, а Корчевников – главным духовным спасителем страны. Вы правда такой хороший, спрашиваю Динара Нестерова, или играете на камеру? Я правда такой хороший. Маразмами, в которых живет народ, полнится Россия. Как долго это продлится, пока непонятно. Ведь ужасы российского бытия давно льются через край. Мы ходим на ведро и в окно выливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА